Я обеспокоен. Не думаю, что применение России ядерного оружия неизбежно. Но я также не думаю, что Путин блефует. Если он столкнется с катастрофическим военным поражением, если его власть окажется под угрозой, если российская экономика окажется на грани краха, то я не исключаю возможности применения России ядерного оружия. Я не думаю, что это так уж вероятно, но я думаю, что сейчас это более вероятно, чем когда-либо после окончания Холодной войны. Цель применения ядерного оружия не только в том, чтобы попытаться выиграть войну против Украины. Цель состоит в том, чтобы напугать Украину и ее западных союзников, в частности Соединенные Штаты. Показать, что угроза дальнейшей эскалации, угроза еще более серьезной тотальной ядерной войны, может напугать их, заставить отступить, потребовать мира, пойти на уступки, дать Путину возможность сохранить лицо. Неясно, каким образом Россия использует ядерное оружие. Это может быть что-то вроде демонстрационного выстрела над северной частью Черного моря, возможно, детонация над украинской территорией. Сомневаюсь, что западные лидеры четко определили для себя, как они будут реагировать. Мы окажемся в беспрецедентной ситуации. Мы как бы находимся за горизонтом событий. Мир будет принципиально другим, если Россия применит в этом конфликте ядерное оружие. Я думаю, многое зависит от международной реакции в целом. Если мир объединится, включая Китай и Индию, которые до сих пор в принципе поддерживали Россию, если они объединятся во всеобщем осуждении и превратят Россию в полного изгоя, и изолируют в военном, экономическом, социальном, финансовом, культурном плане, это был бы мир, в котором Россия потенциально могла бы заплатить огромную цену за применение ядерного оружия, не нуждаясь в ответных военных действиях. Если Россия применит ядерное оружие, она пересечет красную линию, которую не пересекала ни одна страна со времен Второй мировой войны. Путин может попытаться использовать тактическое ядерное оружие. Оружие намного меньшее, вероятно, чем то, которое было использовано в Хиросиме и Нагасаки. Либо для того, чтобы попытаться обезглавить украинский режим в Киеве, либо просто для демонстрации, чтобы сказать, смотрите, это то, что я могу сделать. И если вы не прекратите огонь и не сдадитесь, мы придем за вами с большим количеством тактического ядерного оружия. Есть склады с ядерным оружием, которые находятся не так далеко от украинской границы, на расстоянии 60-80 километров. Поэтому не потребуется много времени, чтобы переместить эти бомбы к границе с Украиной. В основном мы знаем места, где русские хранят свое ядерное оружие. Поэтому мы узнаем, начнут ли они вывозить оружие из хранилищ. И, конечно же, это будет еще одним шагом в эскалации. Таким образом, в этот момент НАТО должно будет принять решение о том, как оно собирается реагировать.